доброго времени суток мои дорогие любимые подписчики гости моего канала добро пожаловать на мой канал diamond dream сегодня хочу сделать для вас расклад на тему его тайные желания что он скрывает от вас какие тайные желания которые он никогда вам не озвучивает и возможно не озвучит никогда использовать сегодня буду колоду таро гранд люкс вам необходимо задумать вашему мужчину представьте его назовите его имя визуализируйте его и будем надеяться несмотря на то что расклад общий что все же такие карты таро сегодня покажут именно вашу ситуацию и так его тайное желание который он скрывает от вас тщательно и не хотел бы чтобы вы о них узнали так же как и остальные люди из его окружения колода гранд люкс напоминаю что каждый расклад я в начале видео озвучиваю название колоды так что если вы хотите узнать название колоды в комментариях не стоит писать это просто прослушайте расклад сначала здесь мужчина может быть моложе вас возрастом или же это человек вечно молодой душой может быть ему конечно и 70 и 80 лет но он всегда бодро свеж если физически себя чувствует не очень то в душе это мальчишка задорный интересующийся страстный во многих отношениях это паш жезлов он такой как будто он только начинает жить так что вот так даже если он не моложе вас и старше но для очень многих здесь отыграется что моложе мужчина по пажам у нас обычно мужчина идут моложе или же как я уже сказала просто молод душой так давайте смотреть еще какой мужчина как он сейчас себя проявляет каждый раз у нас новые какие там грани его характером показывают карты тарон вообще на самом деле мужчина разочарованный в жизни хоть он себя и проявляет по пажу жезлов но в душе кстати у нас расклад о том что он от вас скрывает это первая его тайна он может показывать себя демонстрировать сильным смелым ловким умелым эдаким магом которому подвластны все стихии мудрым может себя демонстрировать как настоящий джентльмен а может так как забияка разгильдяй как угодно не важно как бы он себя не демонстрировал в душе этот человек разочарованный в жизни в людях в отношениях в чувствах и он считает что ничего в жизни не изменить вот нельзя кстати фаталист по своему он тоже это может скрывать от вас что верит судьбу и считает что каждому из нас что-то предначертано по аркану страшный суд здесь так верит скорее всего высшие силы у кого-то человек верующий если он у вас атеист не верит вообще него что не в бога не в темные силы то все равно в душе он понимает что есть селенский закон есть какой-то как это сила которая руководит процессом бытия жизни здесь вот такой человек он может быть щедрым может быть скупым в какие-то периоды жизни он может прям щедрой рукой благо свои эмоции отсыпать и деньги даже в денежные материальные средства но знаете он никогда не делает это безбашенно как-то продумано он это всегда делает то здесь не рубаха парень сказать что прям рубаха парень нет он может помочь оказать поддержку помощь но чаще со своей выгодой какой-то или же очень трезво оценив то что он делает а стоит ли это делать какие-то периоды он может быть совсем не щедрым а даже и жадным потому что ну вот так может быть вот но сказать что это прям совсем скряга конченой никогда никому никакой поддержки не окажете не могу наступают такие моменты в жизни когда он понимает что кому-то нужна его поддержка и он ее вполне способен оказать нам надо понять вообще этого человека поглубже да какие его потребности жизни на данный момент в любви счастье в эмоциях в паре то есть он понимает что в паре с женщиной его любимой я вряд ли могу тут сказать что он скажет его половинкой потому что он возможно и хочет встретить половинку но как-то он так относится скептически что эти половинки есть но он верит то что есть человек с которым ему может быть по настоящему тепло уютно хорошо его потребности между прочим в семье даже можно сказать то что десятка кубков этой семья в том числе это такие отношения которые в итоге приводят к семье то есть сначала любовь сначала глубокие чувства эмоции он он в этом нуждается может он это вообще создать своей жизни или нет это другая история но он в этом нуждается то есть потребность в эмоциях в любви счастье рядом с любимым человеком у него здесь есть способен ли он выстроить такие отношения давайте спросим а вот выстроить такие отношения он скорее всего по крайней мере полностью него не способен а у большинства из вас вообще не способен знаете почему а потому что не умеет вкладываться в отношения по-настоящему это аркан нищеты подачку здесь человеку дают с рукой протянутой стоит человек понимаете вот и и вам скорее всего в отношениях с этим мужчиной придется стоять с рукой протянутой он сам хочет этих эмоций он сам хочет этого счастья а давать это счастье своей партнерше он вряд ли здесь способен на полную на все сто процентов возможно крохи какие-то да а по-настоящему нет то есть этот аркан сказал что несмотря на его потребность глубочайшую в таких эмоциях в любви в отношениях практически идеальных сам он их создавать к сожалению не умеет по какой причине не умеет создавать такие отношения вот знаете и причин каких-то особых здесь нет здесь будет причина основная для тех кто имеет отношения женатым мужчиной вот сразу вам это скажу озвучу потому что это так если ваш мужчина женат скорее всего он не счастлив тех отношениях но и менять он ничего не будет вот это для тех кто смотрит на мужчину женатого то есть он связан отношениями по рукам и ногам и эти веревки он снимать там и мечи все эти он не будет и повязку с глаз так что у него может быть потребность большая в любви в эмоциях он их не получает скорее всего в семье допустим ну бывает так сожалению так бывает но и менять ничего он не будет но я вам больше даже скажу а если у него такая ситуация там в семье то где гарантия что он создав новую семью будет что-то другое здесь человек не умеет дарить своему партнеру то что он заслуживает не умеет вкладываться по-настоящему в отношения так что пусть пеняет на себя что у него не сложились отношения в этой семье потому что скорее всего он этот же опыт перенесет и на следующую семью ведь все мы как рассуждаем что он с ней не счастлив да будет счастлив со мной а чаще всего так не происходит именно про этого мужчину и показывают так что здесь проблема в том проблема в нем что отсутствие чувств к той женщине ну и ладно нету чувств ну нету бывает так может быть ушли может быть не было никогда но способен ли ты дорогой вообще на такие чувства глубокие о которых мечтаешь сам на такое отношение к женщине которая ты хочешь свою сторону скорее всего нет это для тех кто находится в отношениях если же ваш мужчина свободен а он может быть связан какими-то другими вещами обязательствами какие-то могут быть причины которые ему не позволяют создать семью вкладываться в эти отношения капитально а кто-то из ваших партнеров еще третье направление здесь будет просто намеренно намеренно себе это запрещает может быть психологическая проблема может быть какая-то установка с детства привитая что-то здесь вот в этом плане есть что скрывает этот мужчина от вас давайте смотреть так что этот мужчина скрывает от вас никогда вам об этом не скажет душе это победитель он должен быть первым всегда и везде он очень любит когда его хвалят он просто балдеет от этого когда чего-то достигает какая-то победа в его жизни и ему прям необходимо чтобы лавры победителя ему возлагали на его голову и чтобы чепчики в воздух бросали открывали шампанское в его честь и кричали ты великий ему это просто необходимо показывает он себя так жизни проявляет или нет неважно в душе это так и он мечтает чтобы в отношениях с женщиной было так пришел увидел победил чтобы женщины штабелями к его ногам складывались вот так можно это озвучить вот этого он вам по какой-то причине не хочет озвучить не хочет хотя это в нем есть и даже если вы это в нем видите значит он все равно вам по-настоящему это не озвучивает не говорит что я люблю быть первым я люблю чтобы меня хвалили и еще чтобы гладили только по шерсти не дай бог против вот ну нельзя этого делать ни в коем случае еще что скрывает он от вас у него есть определенные способности энергетического плана он что-то за собой замечает может быть умеет снимать боль руками к примеру может быть ему снятся вещи сны может быть он верит в астрологию может быть занимается эзотерикой может быть почитывает какие-то вот такие книги но он вам об этом не говорит даже если вы знаете что-то в этом плане значит далеко не все основная масса этой информации она от вас скрыта то есть в нем что-то есть верховная жрица вышла что-то есть еще может скрывать от вас тайны связаны с его родом возможно его какие-то родственницы тут больше по именно женской линии идет обладали какими-то способностями он об этом знает но вам не говорит а а еще он может скрывать от вас какую-то женщину к сожалению тайное общение с какой-то женщиной давайте спросим женщина это или здесь идет только способностях речь здесь больше о способностях о способностях идет речь у кого-то все ж таки будет у небольшой части аудитории но здесь может быть тайное некое общение с кем-то и он от вас это может скрывать но это небольшая часть аудитории для подавляющего большинства это именно то о чем я вам сейчас сказала мужчина очень сильно энергетически, и он никому об этом не говорит. То есть, обладает способностями. Возможно, даже увлекается. Если не увлекается, то способностями обладает. И сам о них знает. Но вам это не озвучивает. Ещё, что он скрывает, какие тайны его души, его сердца. Тяжело ему сейчас по какой-то причине, может быть, навалились проблемы. Возможно, у него какое-то большое количество обязательств. У кого-то это кредиты, у кого-то забота о семье, у кого-то ещё какие-то проблемы. Ну, в общем, или тяжесть просто на душе. Вот тяжко на душе человеку. Он это от вас скрывает. Вам об этом проблемами своими старается не грузить. Вот так. То есть, его проблем вы не знаете. Он их тщательно скрывает. А они есть, их много. Что ещё скрывает этот человек от вас? Что он ещё скрывает от вас? Что он всегда готов к каким-то новым свершениям. Что он в душе. Не зря же нам показали на дне колоды Пажа Жезлов. А здесь рыцарь Жезлов. Он всегда готов к каким-то новым начинаниям. Он готов активно действовать, активно двигаться вперёд. И, скорее всего, сейчас у него в планах начать что-то новое. Или же поездка какая-то. Или же вот какие-то такого плана перемены. Они сейчас есть. У него в планах. И, возможно, он уже даже действовать начал. Но от вас он это скрывает. И может скрывать какие-то дела свои по карьере, по работе, с другими мужчинами. Какие-то дела общие. Вы этого не знаете. Много чего скрывает, короче, девочки. Что ещё скрывает? Какие тайны? Души его. Он мечтатель. И он мечтает об идеальной женщине. А вот прям реально об идеале. О реальном идеале, если такое существует. Он, скорее всего, в своём воображении нарисовал образ идеальной женщины. И сейчас чётко знает, какая женщина ему нужна. Но ему нужно понимать, что таких женщин, земных их, не существует. То есть нарисованный этот образ, он романтик. Романтик. В душе романтик. Но он, скорее всего, боится об этом говорить вам, озвучивать это. Может быть, боится показаться слабым. Или чтобы вы поняли, что у него есть уязвимые какие-то места. Ну, в общем, вот так. Нарисовал. Вообще идеалист. Идеалист. И женщину рисует своё воображение идеальное. И идеальные отношения. И, в принципе, романтик и идеалист. Вот это он скрывает. Что ещё скрывает от вас? Он скрывает от вас то, что, во-первых, он жадноватый по материалке. Он скрывает от вас то, что он ревнивый очень сильно. И даже если он проявляет ревность, это далеко не вся та ревность, на которую он способен. Ещё он скрывает, что не хочет вас отпускать. Что он собственник. И что вы являетесь действительно его собственностью. у многих мужчин такое мнение и такое ощущение. И кто-то подсознательно, но считает так и не хочет вас отпускать. Вы его сокровище. Вы его драгоценность. Вы его собственность. Вот как хотите называйте. Здесь всё может быть. И отпускать вас из своей жизни он не хотел бы. Ещё. Ещё. Что скрывает этот мужчина от вас? Хочу посмотреть. Что? Что скрывает? Очень сильное влечение к вам. Здесь как сексуальное влечение, так и по всем фронтам, по всем сферам. Очень его тянет к вам. Очень влечёт. И эту страсть, истинные её масштабы он скрывает. Он не проявляет эту страсть к вам. Так, в том виде, в котором она есть. Ну и вообще, свой высокий потенциал в этом плане, желания свои, все, которые у него есть, он здесь скрывает. А также он скрывает то, что считает вас очень сильной женщиной. Считает, что по усилию личности вы не просто ему не уступаете, а возможно, даже и превосходите его. Ещё что скрывает? Что этот мужчина скрывает от вас? Что за дама? Какую-то даму скрывает. Этот мужчина скрывает, что периодически у него бывает общение с разными женщинами. Здесь не определённую какую-то женщину показали, а разная с женщиной. Причём, конечно, поскольку общий расклад, у одних здесь может быть общение с женщинами. Ну, он же, естественно, он же не монах, и в монастыре у нас не заточён, не живёт там. Так что достаточно обширный круг общения у него есть. У кого-то здесь может быть общение на расстоянии. Это, возможно, переписки в интернете или в телефоне. Ну, допустим, по делу написал кому-то. Или, может быть, ну, не дай бог, да, но всё-таки может там и бывшие написать, и какой-нибудь женщине, с которой он общается, в принципе. Вот это он скрывает. Это происходит периодически. То есть это общение он скрывает. Я сейчас не стану вам говорить, что это любовные отношения, любовные переписки. У кого-то может быть так. Хотя мне этого не показали. Вы просто своего мужчину знаете лучше, наверное, чем все остальные. Но, конечно, не лучше, чем карты второй высшей силы. Так вот, это он пока, он скрывать от вас может. Вот какое-то общение. Причём здесь, по аркану мир, может быть и расстояние, может быть и деловое общение, а может быть просто круг общения, достаточно широкий, женский. Он старается вам не демонстрировать то количество женщин, с которыми он на самом деле общается. И ещё раз подчёркиваю, мне здесь не показали отношения интимные или чувственные, или ещё что-то. Вообще, в принципе, показали женскую, так сказать, аудиторию. Что ещё скрывает от вас? Как часто он вспоминает ваше прошлое? Как часто у него ностальгия возникает по красивым моментам, которые были у вас в прошлом? Он думает о прошлом, вспоминает прошлое и считает, что оно было прекрасным у вас. Это он скрывает от вас. Ещё что скрывает? Какие тайны? Ещё какие тайны? Ещё хочу уточнить. Он думает, он видит вас, императрица, и себя рыцарем, причём мечей. Он скрывает то, что понимает, что отношение к вам должно быть несколько другим. То есть он понимает, что не додает вам многих вещей. С императрицей нужно обращаться по максимуму щедро, по максимуму, как с настоящей королевской особой, императорской особой. Он, скорее всего, этого не делает, потому что он всего лишь рыцарь, и причём рыцарь мечей. Он бывает холоден, он бывает резок, он бывает неэмоционален в то время, когда вам нужны эмоции, вам нужна поддержка, вам нужны какие-то хорошие слова. Этот человек может их не говорить, закрыться сам в себе или, наоборот, каких-нибудь колких слов наговорить. В общем, он скрывает то, что он прекрасно понимает, что где-то в чём-то он, может быть, даже и не достоин вас. Потому что вы императрица, а он рыцарь при вас, и причём рыцарь мечей. Не рыцарь кубков, который в комплиментах расстилается перед своей императрицей, а рыцарь мечей, холодный, закрытый воин, можно сказать. Я старый солдат, недавно сказала в своём раскладе. Я не знаю слов любви. Здесь он сказал бы, я молодой солдат, сильный, смелый. Но я не знаю слов любви. Вот так. Вот это он скрывает от вас тоже. Ещё, ещё сокровенные тайны его сердца. Дьявол. Он скрывает о том, что аркан-дьявол очень часто посещает его. Очень часто. Аркан-дьявол, он скрывает от вас свои, возможно, зависимости, свои желания, свои запретные желания, в том числе в сексуальной сфере, да и не только, а свои нечестные поступки. Те моменты, когда он, извините за грубое слово, скозлил в жизни, то есть пошёл на сделку со своей совестью и поступил нехорошо. Вот эти вещи все по аркану дьявол, когда человека этот аркан толкает на нехорошие поступки, а также зависимости и запретные с точки зрения общественной морали желания, он от вас всё-таки скрывает. Он не может этим всем поделиться, потому что этот аркан, пятнадцатый аркан, он порой цветёт в его душе и заставляет его, толкает его на необдуманные действия и не совсем правильные, опять-таки, с точки зрения морали общественной, общепринятой поступки. Это он скрывает. Также он скрывает от вас просто дичайшее влечение к вам, потому что и аркан сила здесь выходил, огромное влечение, желание с вами близости и как раз по тем его скрытым желаниям и сценариям он этого очень хотел бы. Ну что ж, я думаю, более чем достаточно мы уже здесь накопали, нарыли информацию. Давайте спросим теперь, а что он хотел бы всё-таки скрывает, но очень хочется ему сказать вам об этом, что он очень хочет вам сказать, что он испытывает к вам чувства. Он хочет сказать, что с вами он чувствует себя просто вот мальчишкой, счастливым, что именно с вами расцвели самые лучшие чувства в его душе, что он из отшельника выкопал пажа кубков, будучи одиночкой по натуре, человеком закрытым, человеком, с которым порой сложно вообще даже и договориться, и отношения с ним строить нелегко. Вы в нём раскрыли пажа кубков, вы в нём раскрыли мальчика влюблённого, романтичного, но он хочет вам сказать, что при всём при этом он не может измениться. Каким ты был, таким ты остался. Отшельником он был, и арканом повешенный, и отшельником он и остался. Он всё равно живёт в своём мире закрытом. Он, кстати, может здесь у вас быть одиночкой по натуре, или же действительно одиночкой, допустим, холостяк, или разведённый, и не хочет больше жениться, к примеру, или вдовец, или ещё что-то в этом плане. Или же, если он женат, к примеру, или это ваш муж, по сути, он всё равно закрытый, он одиночка. Он хочет вам это сказать, что как бы ни было там что между нами, как бы ты не дарила мне эмоции, как бы я это не принимала и не ценил, я не могу открыться, потому что я по натуре вот такой. И со мной как был, вот аркан двойка мечей, ты со мной как была в каком-то таком вот закрытом состоянии, да, вряд ли меня можно раскрыть. Потому что я захлопываю створочки свои капитально. И если не захочу, никто туда не попадёт внутрь моей раковины. Вот это он хотел бы вам сказать напоследок расклада. Ну, в общем, интересный получился расклад с очень разными энергиями, с очень разными. Что на дне колоды, на дне колоды аркан смерть. Сейчас проходите период изменений, трансформации в отношениях. И ещё знаете, что по этому аркану что-то очень уже отжившее, ненужное вам нужно отбросить. В предыдущем раскладе, который я сегодня делала, такая же информация была. Вот была такая же просто информация. Вам нужно что-то уже оставить позади. Очень многое. Какой-то груз. Что-то уже отжившее, что-то ненужное. Подумайте об этом. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна за лайк, за тёплый комментарий под моим видео. Если ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного, и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова